Самая классная Camry, которую мы выбирали, эта машина была с пробегом 18 тысяч и стоила на двадцатку. Сороковая Camry. Черная? Какая-то была, продавалась у этого Top Cars на столичке. А это не продается. Это было у сына министра, и он на ней почти не ездил. И потом один из моих знакомых ее выкупил. И до сих пор на ней ездит. Это было два года назад. Покупаешь ее, катаешься, мотаешь на 150, продаешь через 5 ездит. Газанул, Передок уехал вместе с подвеской передней. Это самая рациональная покупка, которая может быть. Сороковая Camry? Ну да, цены вообще не теряют. Нет, так Lexus тоже особо не теряют цены. Кстати, а я всегда тебе что говорю? Купи у меня Citroёn. Нет, Citroёn уже продан. Со слезами на глазах от счастья. И два доп Nepom任, Coimba, Bingba, Twaddio и Pacwie. $kaballi, Fros Tower. $kaballi, GratС $kaballi, GratS F$kb $kaballi, GratS $kaballi, GratS $kaballi, GratS $kaballi. $kaballi, GratS $kaballi, GratS $kaballi. сиденье c спинка она кстати не часто красилась но затерта что нравится надо брать и сразу посмотрим на стеклышко на стекло кстати не переделаны очень часто такие стекла их рисует но когда рисует здесь вот есть логотип который с вырезают и там делаются делают раз лазерную гравировку а здесь и не здесь все хорошо на здесь тоже нет окей ладно побежали под капот потому как времени типа тупо мало ее мое какое ж ты красивая я хочу сказать что эта машина действительно немного ездила вот как бы это хреново не звучало ну вот болты не крученые на camry такого не бывает не подушка не крышка не не ну вот здесь вот откручивалась а дальше вот самый шток нифига не снималась от чашки у нее кстати стаканы целые блин тут даже защита еще она присутствует иван виктор еще что скажете про toyota масло не светленькая а ведь camry то за десятку как и все до соты не забитые вот эта хрень часто не снималась ну правда стяжки уже бампер снимался у нее да видно да блин да пофиг тут бампер очень даже очень пока и я говорил или антикор заводской до антикор заводской двери не крутились ни передние ни задние машина не подготовлена есть следы скажем так испачкана никогда ничего не чистилась это думаю вот реально такую машину я в себе взял хотя не любитель тойот но машина очень прикольно здесь и надписи читается еще лейбы висят на проводке то есть я верю что у нее 150 по крайней мере по мотору диски колесные в хорошем состоянии тормозные диски с небольшим износом тут маленький маленький рыжик под сколом в принципе это уже так до колупаться как говорится так а ну-ка заглянем мы ему сзади мотора понятное дело что мы еще это будем смотреть на подъемники но так не тоже очень блин не течет не течет сухо сухо во всех проявлениях тяжело класс пока все хорошо ничего не разбиралась ничего не переклеивалась почти березовый сок кстати ремень не химчищенные по крайней мере если чищены это давно по самому сиденью видно что она когда-то была крашена но я не вижу чтобы она была крашена часто потерто сильно тут всегда кидаясь кидают ключи прочие штуки и здесь вот здесь больше потерто даже не жили вот здесь вот это использовали по назначению так дальше пластик с задиров того что где-то чего-то разбиралась не видно ну да ковры уже чуть-чуть другого цвета модель номер 2007 ноябрь месяц машина какого года восьмого да здесь не подерта сама карта везде целенькая не задиров не хвига смотри видишь тут даже некуда палец засунуть как обычно бывает как всегда чуть-чуть выгорело помутнела верхняя часть пары это полируется вот этот ремень грязнее всех может быть тут дети ездили может быть еще что-то я не знаю что у нас здесь тут все работает открывается а что там типа а это газовый баллон короче машина за десятку уже классно мне нравится тоже есть чувство что здесь есть секрет я не могу понять где но чувство у нас всегда быть должно такое что нас тупо имеют потому что у нас профессия такая но пока по опыту первое что я вижу машина живая как минимум даже если она где-то обманывают то нас обманывают не сильно но значит тойота это такой автомобиль который европейская модель это тот автомобиль который не получится посмотреть электрическим способом пробег потому что он здесь фиксируется в одном месте и он очень легко корректируется поэтому пробег мы здесь не увидим но мы сейчас посмотрим почитаем фантастика так круиз радара есть 2007 цилиндры 6 везде вроде бы в проблемные места заглянул проблемных мест нет так тут все это я снимаю итак побежали типа фас смотреть искать где нас обманывают как минимум везде все крепления стоят кое-что недавно поменяли колодки потому что вот этот край чуть-чуть прижженный грузили машину павел подкрылок протерся ну блин пока это самое мрачное что мы нашли ну бампер крашеный и вот видно вот он крашеный шпаклеванный вот здесь слегка ржавенький кузов но самая большая погрешность вот как раз здесь за задними колесами и сюда вот оно уже все такое в налетах откуда масло а наверно масло с масло масло а нету тут масло фильтра натекли а то наверно с кондиционера не 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 я к тому что сама защита она в масле мне было очень интересно где же оно тут течет а оно когда меняет и оно оставалось лямбда целая нигде особо она не заезжала не отхвачивала я так понимаю она всегда ездила с защитой да 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 ну масло в коробке здесь как минимум меняли видно засечки на на болту газовые фильтра недавно меняли а блин чужина такое бодрящие души да защита последний раз снималась очень давно да на удивление пока да вот мне просто интересно я покупал ее ну это на меня 4 года я покупал ее так вот мы приехали посмотреть где-то проехал двое человека просто мне времени не было там довериться он сказал все отлично все хорошо сейчас интересно где-то если бы то что мы не увидим дырка что там вон дырка я свечу на нее вон там вон конструкция крепления защиты то есть здесь раз два три четыре пять болтов разной длины и закручено оно фиг знает куда это вообще отсюда защита чуваки мы нашли косяк но отсюда мы не увидим хотя нет отсюда мы тоже увидим стучит на ухабах пипец ходовой защита отломалась а с этой стороны еще нет с этой она еще не отгнила видно да вот это средний да вот вижу ну это все фигня это все фигня остается шайбы толще и все вот такой случай вот такой случай откровенно скажу такую машину я не видел более двух лет последнюю крайнюю машину мы осматривали выбирали у нее был пробег 18 тысяч машина стоила двадцатку в то время когда камри тогда можно было найти за двенадцать ту сознательно купили за двадцать прошло два года мы видели дохера чего всякого и сегодня еще стояли ржали прикалывались ну почему хозяин опаздывает блин да потому что он поехал масло доливать он там еще чего-то он где-то там распорку подтягивает стаканов не это все нормальные проблемы но когда он заезжает весь ровный я был приятно удивлен вот эта машина которая ну единорогом ее не назовешь потому что у нее же крашеные бампера музейный экспонат точно нет потому что это еще не раритет но машина своих денег очень стоит и если рассматривать в принципе то десятка для такого состояния автомобиля это тупо сука подарок судьбы машина действительно хорошая вот тот случай когда тупо не к чему прицепиться не понятное дело что у нее есть мелкие свои недостатки но хозяин сразу говорит передний задний бампер крашен причем я хочу сказать что передний бампер крашен хорошо отъезжает аж тоска берет это тот момент который вот смело можно давать гарантию на этот автомобиль даже в рамках разового осмотра даже вот на эту машину я могу дать гарантию друзья вот так вот выглядит разовый осмотр автомобиля мы очень сильно хотели найти то что присуще Toyota Camry я сейчас поясню Toyota Camry это такой автомобиль который покупается за десять тысяч заведомо понимаем что у нее скрученный пробег непонятно насколько но тем не менее все равно эта машина покупается катаешься на ней год скручивается пробег обратно на сто пятьдесят и эта машина все равно продается за десятку то есть автомобиль практически не теряет в цене уже последние несколько лет мы понимаем как понять приблизительный пробег автомобиля по разным косвенным признакам это и течь масла между головами это состояние самой коробки это ржавые стаканы это в усмерть запиленный салон это спиленный руль короче большой вагон и маленькая тележка есть признаков косвенных которые доказывают то что у этой камри ну совсем не сто пятьдесят тысяч чего не скажешь про этот экземпляр вот здесь можно сказать что это практически единорог но друзья так бывает далеко не всегда и поверьте много сотен людей мы спасли от конкретного геморроя и попадалого потому что вот так смотришь да машина тойота классная машина тойота надежная но на длинной дистанции она с вас высосит столько денег что вы будете не совсем довольны и самый неприятный минус заключается в том что вы об этом узнаете потом друзья если вам нужен качественный подбор вы знаете что делать контакты все внизу можете звонить обращаться как минимум общение у нас бесплатное без внимания мы точно не оставим к слову на этот автомобиль пошел месяц гарантии ровно так как и на все остальное что мы выбираем друзья на сегодня все с вами был николай тарануха киев компания один авто всем удачи на дорогах всем пока пока ну а я поехал забирать очередной автомобиль и отдавать его для зсу хотя честно говоря лучше бы я уже где-нибудь отдохнул поспал хотя сейчас еще светло но тем не менее все 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 и все все все